привет друзья как вы знаете свой видеоблог я снимаю на камеру gopro hero 4 black и для того чтобы съемка на камеру gopro было более удобной я купил такой пульт дистанционного управления с экраном remove you r1 почему меня не устроил обычный пульт дистанционного управления очевидно потому что в нем нет экрана а поскольку я пользуюсь камерой gopro hero 4 black она тоже экраном не оснащена конечно я мог бы купить камеру с экраном например gopro hero 4 silver но этот экран абсолютно бесполезен если снимать себя поскольку экран находится сзади у камеры и он не поворотный а во вторых у gopro hero 4 silver экран столь маленький что честно говоря на нем вообще мало что видно поэтому я решил купить вот такой прибор который имеет и экран и кнопки управления камерой экран у него побольше чем у gopro hero 4 silver и пользоваться ним должно быть удобнее это беспроводной пульт который можно разместить в любом удобном месте связывается с камерой он по вай фай и к примеру пульт можно повесить на руку или на руль и видеть то что видит камера и соответственно если я снимаю себя я могу быть уверенным что кадр выставлен правильно давайте будем распаковывать и включать пульт упаковка то есть коробка пульта похоже на коробку от gopro но качество ее значительно ниже она изготовлена из мягкого материала возможно это пластик но он очень тонкий он больше похож на полиэтилен коробка вся гнется и по качеству ни в какое сравнение не идет с упаковкой от gopro хотя выглядит она очень похоже я честно говоря думал что коробка будет покачественнее пультик держится с помощью проволочек откручиваем вынимаем пульт все конечно сделано достаточно просто я имею ввиду упаковку и то как прикреплен сам пульт но если это позволило снизить стоимость то я лично не против вот такой пульт давайте сначала посмотрим что в коробке липучка на руку или в моем случае на руль и usb шнур инструкция гармошкой please read before use какое-то напутствие и наклейки remove you вот и весь комплект поставки больше ничего комплекте нет сложу обратно все что нам не понадобится нам понадобится только пультик и ремешок я надеюсь что батарея в пульте заряжена и нам не придется сейчас заряжать перед тем как включить давайте посмотрим как продевается ремешок ремешок липучка я думаю что если одевать на руку значит нужно продевать его вот так вот наверное не липкой стороной вниз чтобы не цеплялась за руку нельзя сказать что продевается легко но я надеюсь что эту процедуру нужно сделать один раз вот так вот будет выглядеть пультик если вы носить на руке или можно будет его прицепить к примеру на руль с креплением понятно давайте будем включать и смотреть как работает пульт у пульта три кнопки и один светодиод две кнопки по функциям дублируют кнопки на gopro это верхняя кнопка она отвечает за включение записи и соответственно дублирует верхнюю кнопку на gopro и центральная кнопка это кнопка mode она отвечает за включение выключение пульта и также переключает режимы как передняя кнопка на gopro боковой кнопки которая есть на gopro здесь нет но ее функции то есть настройка режимов записи с помощью пульта также можно выполнять давайте включим gopro и включим wi-fi модуль в gopro и переведем его в режим gopro app именно этот режим нужен для работы пульта теперь можем включать пульт центральной кнопкой на которой написано буковка м подождем пока пультик включится сразу после включения пульт ищет доступные wi-fi сети которые были созданы камерами gopro вот найдена наша сеть давайте попробуем подключиться но здесь нас ждет неприятная неожиданность пульт пытается подключиться к wi-fi сети а не спариться с gopro а как вы знаете для того чтобы использовать wi-fi в gopro 4 для начала нужно его активировать то есть нужно спарить gopro 4 с каким-то устройством и затем дать wi-fi сети новое название и пароль пульт этого делать не умеет то есть для того чтобы использовать пульт с новой gopro вам предварительно придется gopro подключить к смартфону или планшету и провести процедуру инициирования wi-fi сети в gopro и соответственно если вы только купили пульт и только купили камеру и об этой особенности не знаете и у вас примеру нет под рукой айфона айпада или устройство на android то пульт будет абсолютно бесполезен вам придется искать у кого попросить смартфон или планшет чтобы провести процедуру инициирования wi-fi я проведу эту процедуру с помощью моего айфон и после того как я с помощью приложения gopro для айфона инициирую wi-fi я могу снова попытаться подключить пульт к камере включаем камеру включаем уже настроенный wi-fi в камере gopro wi-fi нужно перевести в режим gopro app и включаем пульт включается пульт достаточно долго но особой проблемы в этом я не вижу вот пульт нашел нашу вайфай сеть при инициировании вайфай в gopro я дал вайфай сети название gopro hero 4 если у вас будет одновременно включена несколько gopro пульт покажет все доступные сети и вы сможете выбрать какой именно gopro сейчас вы хотите подключить ваш пульт выбираем сеть верхней кнопкой которая отвечает за включение выключение записи и работает как кнопка ok теперь нам нужно ввести пароль для доступа к вайфай сети нашей gopro пароль вводится с помощью перебора букв центральной и нижней кнопкой вы сначала выбираете нужную букву а потом подтверждаете выбор верхней кнопкой когда пароль введен переводите курсор на кнопочку enter и нажимаете опять верхнюю кнопку ok пульт подключается к нашей gopro и переходит в режим live view в котором он будет транслировать видео с камеры gopro пульт работает с небольшой задержкой задержка около одной секунды когда я подключаю к этой камере iphone задержка меньше где-то в два раза то есть задержка составляет пол секунды пульт работает с большей задержкой около секунды но лично для меня это не критично давайте посмотрим что умеет этот пульт во первых он умеет управлять камерой то есть с пульта вы можете включить запись и выключить запись с помощью кнопки m то есть мод можно переключать режим работы камеры видео фото time-lapse и так далее также с пульта вы можете войти в настройки камеры и настроить режимы съемки к примеру для видео вы можете выбрать разрешение частоту кадров и угол обзора камеры также некоторые настройки вы сможете делать, не входя в режим настроек камеры. К примеру, длительное удерживание верхней кнопки, кнопки записи, включает режим видео плюс фото, в котором камера будет снимать видео и один раз в заданный промежуток времени делать фотографию. Если еще раз нажать и удерживать верхнюю кнопку, пульт переключит камеру в режим циклической записи. Эта запись часто используется в видеорегистраторах. В этом режиме видео дробится на файлы с заданной длиной, в моем случае по 5 минут, и когда на карте памяти заканчивается место, начинают стираться самые старые файлы. То есть камера пишет непрерывно, стирая старые записи. И если еще раз нажать и удержать эту же кнопку, мы опять переключаемся в стандартный режим съемки видео. Если зажать и удерживать центральную кнопку, вы выключите пульт и также пульт включается, а длительное нажатие на нижнюю кнопку выключает и включает камеру. Короткие же нажатия на нижнюю кнопку переключают режимы работы экрана. Вы можете выключить экранчик, включить экранчик, переключиться в режим просмотра от снятого видео или зайти в настройки пульта. В настройках можно выбрать яркость, можно подключиться к другой Wi-Fi сети, то есть к другой камере и посмотреть системную информацию о пульте. Вот такой пультик. Есть у этого пульта и неприятные сюрпризы, такие как невозможность подключиться к новой GoPro, на которой еще не инициализирована Wi-Fi сеть, то есть инициализировать Wi-Fi сеть на GoPro пульт не умеет. Также неприятным сюрпризом является то, что задержка большая раза в два, чем дает, к примеру, смартфон, подключенный к GoPro, но в то же время задержка не столь критична, чтобы это сильно мешало. А из плюсов можно отметить то, что пульт позволяет просматривать уже отснятое видео на камере GoPro Hero 4 Black, к примеру. Изначально на этой камере эта функция недоступна, поскольку нет экранчика. Пульт же позволяет просмотреть те файлы, которые вы отсняли. И свою задачу, в принципе, пульт выполняет. Он показывает ту картинку, которую видит камера и позволяет включать-выключать запись на камере и настраивать режимы записи. В целом, несмотря на некоторые минусы, я пультом доволен. Я думаю, что он упростит мою работу над блогом и мне будет проще снимать видео. Если видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. А на этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok